Медали 75-летия Победы Их чествуют в новом ЗАГСе района. Объект появился в прошлом году. На его счету уже десятки молодых пар. Открывшись к юбилею района, к столетию республики, это, наверное, одно из самых романтичных мест Нурлатах. Кроме того, что здесь скрепляют браки, здесь же признаются в любви. А в детской школе искусств занимаются творчеством, как показывают президенту. Когда-то детей обучали музыке, танцам и рисованию. Теперь это еще и арт-пространство. Если кто-то имеет хоть капельку терпения, чтобы разбрались с крыльями. О том, чего еще ждать Нурлату, говорят на сессии района. Из успехов прошлого года центральная улица Карла Маркса, изменившаяся на средства федерального гранта. Устроены скверы, установлены малые формы, цены для проведения культурных мероприятий, созданы условия по повышению безопасности дорожного движения и в первую очередь безопасность детей. Он из железнодорожной станции превращается в комфортный, прекрасный город. Вот так она выглядит сегодня. Преобразились фасады, шире стали и тротуары. Теперь на них визуально и даже тактильно видны зоны для пешеходов и для велосипедистов. В селах пока много нерешенных проблем. Одна из них – мост в селе Урняк. У нас деревня Урняк основана в 1928 году. С тех пор, с тех пор вот эта проблема существует. Проблема вот этого моста – это совершенно неправильно. Значит, Сафин здесь, Сибгатуллин здесь. Давайте, дайте задание на проектирование и надо найти решение. А вот судьба градообразующего предприятия Сахарного завода с этих дней другая. Как стало известно, оборудование, которое находилось на стадии большого износа, в эти дни проходит консервацию, но без работы. Пока остаются 188 человек. Есть проблема с сахарного завода. Так получилось, что он не соответствует, не конкурентен, но очень внимательно надо посмотреть, как мы можем задействовать этих людей. Еще одна из задач – повысить зарплату. Но сейчас в районе она немного меньше, чем в целом по Татарстану. А на 24 предприятиях ниже мрот. Напомним, еще на минувшей неделе Рустам Миниханов говорил, что такого быть не должно. Нурладский район также может улучшить показатели в аграрном секторе. Все это отражается на доходах наших граждан. Критерий бедность, он является одним из основных критерий, которые указаны и в наших национальных проектах. Другие задачи, поставленные перед районным активом и депутатами, в приоритете выполнение национальных проектов. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Нурлад.